Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще, то, что вы написали, вызывает очень много, конечно, сочувствия. Вот. Но, как психолог, я не могу не обратить ваше внимание на то, что вы несколько противоречите себе. То есть, сначала вы говорите вроде бы, что хотите себя вытащить из состояния, которое мы оказались. Вот. Сейчас вы говорите, по сути, ну, по сути, немножко другое. Сейчас вы говорите про то, что нужно его отпустить, чтобы он, значит, не страдал, и у меня ни с кем отношений не будет, как бы. Ну, вот. То есть, вы, ну, определитесь, да, если вы решите расстаться, мы поможем вам расставание прежде. Если вы решите быть в нем отношениях, то с этим поможем тоже. Но надо какое-то решение выбрать. Да. То есть, ну, нужно определить с тем, чего вы хотите, потому что вноваться этого не сделает никто. Следующий и следующий момент, это то, что вроде бы вы говорите, ну, вроде бы пишите про то, что лечились, да, проходили лечение, но не очень понял, вылечили ли вас или нет, какой у вас диагноз и так далее. Вот. То есть, рекомендована вам вообще психотерапия или нет, помогала ли вам психотерапия или нет. Вот. Дальше. То, что вы описываете, я имею ввиду историю вашего знакомства с мужчиной, вот, мне кажется, довольно хорошо вмещается в одну вашу фразу, где вы пишите, что единственный мужчина оказался не таким, каким я его себе представлял, а именно оказался не идеалным. Вот. Вы пытаетесь через отношения и от основания для того, что вы нарушили личные границы вашего мужчины и воспользовались его телефоном, вы пытаетесь через отношения с ним, ну, я бы сказал, доказать свою полноценность. Вот. То есть, вы пытаетесь через отношения с ним доказать, что вот вы полноценность. Пытаетесь доказать, что вы, ну, что вы не хуже, там, других. Вот. И тогда. То есть, то, как развивались ваши отношения с человеком, на мой взгляд, свидетельствует о том, что изначально вы воспринимали мужчину, вот, эм, ну, своего мужчину, как способ доказать себе, что вот вас могут любить, потому что и его ревность к вам говорит о неуверенности в себе, о страхе одиночества и всему некоторому обесцениванию и, возможно, даже неинтересных, неинтересных, ну, отсутствует интереса к своей жизни. Вот вы совсем немножко сказали, сказали, вот, ну, совсем чуть-чуть, что у вас есть работа. Это хорошо, что у вас есть работа. Прекрасно, что у вас есть работа. И это просто немножко другом. Интересна ли она вам работа, которую, ну, которую вы занимаетесь? Вот. Насколько она вам интересна? Насколько она отращает, вот, то, что вам нравится? Насколько вы чувствуете, что реализует, ну, реализует, особенно, работа своей. Вот. Понимаете? Также ваше состояние сейчас, ну, вот, навязчивые мысли и так далее, борьба с неполноценностью. Ну, вот, да, вследствие комплексов и с этим нужно работать. Но, я не уверен насчет вашего состояния, насколько вам, эм, по, ну, подойдет псих-трап сейчас. Ну, вот. Я не уверен в том, что вам психотерапия будет сейчас, эм, ну, как-то, эм, полезна. Вот. Там еще мне кажется, что ваше состояние, но достаточно сильно влияет на, ну, на вашу жизнь, на ваше самочувствие. Вот. Поэтому я порекомендовал, эм, сначала, сначала обратиться, наверное, к врачу еще раз и посмотреть, эм, можно ли вам сейчас заниматься, заниматься, заниматься психотерапией, да? А, на пользу ли это вам будет сейчас? Не на пользу вам это будет сейчас, да? Вот, ладно, чтобы это был прям вот ваш врач, который вот тут, ну, вас направлял, начать, изначально, вот, изначально. На, на терапию. Вот. Дальше уже можно будет о чем-то говорить. Дальше уже можно будет о чем-то говорить. Понимаете, понимаете, да, что я имею ввиду сейчас? Вот, наверное, так примерно я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. Вот, мне, по крайней мере, кажется такой истории, вот. Мне кажется, что он примерно так, можно вам помочь в таком ключе. Вот, опять же вы пишите, что вот как к психологу заходили, вот, но только как вот есть результат, нет результата, вообще-то мне вообще не понятно, да, и над чем бы работало. Ну, над чем бы работало за психолог, мне очень понятно здесь. Вот. Так что, если опишите этот момент, да, вот, будет здорово. Потому что это важно, это важно. Вот. Ну, а в целом, мне кажется, что история про, я бы сказал, не совсем зрелые отношения. Вот. История про отношения, в которых вы поспешили, вот. История про отношения, где каждый из партнеров, вероятно, вот. Вот. Словно говоря. Ваш мужчина пытался решить, там, вот, значит, свою проблематику, какую-то. Вот. Вот. Пытался решить. Вы пытались свои проблемы решить. Очевидно, проблему одиночества, проблему того, чтобы не остаться одной. Вот. Ну, и в итоге выяснилось, что ни один из вас проблемы друг друга решить не может, вот. И, соответственно, разочелование не заставило себя ждать. Вот. Вот вы пишите. Меня съедали навязчивый мид, единственный мужчина в моей жизни, который мне казался достойным, самым лучшим и любимым, точно так же относился к кому-то еще. Вот эта фраза является, мне кажется, тем корнем, зеленый, на который вам в первую очередь нужно обращать внимание. Теперь это вот то, что вы пишите единственный мужчина, который мне казался достойным, самым лучшим и любимым. что это значит? Это значит, что вы единственный человек изначально идеализировали. Вот. Заказываю вопрос. Заказываю вопрос. Почему бы вам идеализировать человека? Ну, то есть, для чего бы вам его идеализировать? Да? Вот. Ну, вот почему вот внезапно идеализировать человека? В общем. Вот. Какой стать? Потому что это перенос. Вот. По сути, перенос. Вы на человек перенесли то, чего, вероятно, хотели, или ждали, или хотите, или ждете от себя. Вот. То есть, я сама хочу быть более достойной, я сама хочу быть более лучшей. Вот. Ну, как бы, мне нужен другой, с кем я буду тебя так чувствовать. Вот. Ну, вот, собственно говоря, другой и, не знаю, не заставил себя долго ждать. То есть, он вроде бы, появился другой. Вот. Но, простите, не смог решить ваши проблемы. Следующий момент. Следующий момент. Единственный человек относится к другой женщине так же. То есть, о чем здесь вы говорите? Что я не особенный. Если он так же относится к другой, значит, я не особенный, значит, во мне ничего особенного нету. Вот что. Ооо, довольно болезненно. Правда ведь? И навязывая мысль, что во мне нет ничего ценного. Эта мысль, она, я с вами согласен, неприятна. Это верно. Но интереснее, как мне кажется, интереснее. Немножко другое. Откуда такие мысли у вас, в принципе, возникают? Вот что интересно. Как появляется подобный эффект вообще? У вас? Что у вас ничего ценного нет. Вот. Как вы к этому приходите? Каким образом? Вы к этому приходите? Что ценного у вас ничего нет? Что-то бы тоже нужно поисследовать. А дальше я бы сказал, что важным моментом является то, насколько вы, в общем-то, реализовываетесь в жизни. То есть, если вы в своей жизни реализовываетесь и не чувствуете этого, что вы теперь реализовываетесь, и, естественно, вам нужны будут какие-то дополнительные подтверждения своей ценности. И мне кажется, что в этих дополнительных подтверждениях своей ценности вы нуждаетесь, ну, наверное, всю свою жизнь. Сознательно. Вероятно. Мне, конечно, весьма грустно так вот говорить, но выглядит пока что ситуация, ну, вот таким образом. Не совсем, я бы сказал, понятно, зачем вы прислали фотографию, да? То есть, ну, для чего фотография? Ну, я бы сказал, не совсем, понятно, зачем. Вот. То есть, мы психологи, нам как бы, нам в фотографии не сказать, что нужно вообще. Вот. Вот. Поэтому, если вы обращались изначально к эзотерикам, вот, и, ну, как-то вот, там, не знаю, по ошибке загрузили. Вот. 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 Это одно. Если вы хотели чего-то другого, да? Ну, то это, в принципе, это другой момент. Вот. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, это было вам то вот так вот немножко проясняющее то, что сейчас в вашей жизни происходит. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.